Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. Коммунальный рост. В Доме правительства обсудили июльское изменение тарифов на коммунальные услуги. В полосатый рейд. В Чебоксарах сотрудники госавтоинспекции ловили нерадивых пешеходов. Молодые, активные, работающие. В Чувашии состоялся слет советов рабочей молодежи. Глава Чувашии встретился с депутатами Государственного совета. На обсуждение народным избранникам вынесли ряд приоритетных документов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Встречу с депутатами Госсовета предварил указ о бюджетной политике на последующие три года. Стратегический документ глава региона подписал сегодня в числе ключевых задач снижения госдолга и развития доходного потенциала казны. Мы сейчас работаем уже над параметрами бюджета. Поэтому, обращая ваше внимание, указ надо посмотреть по своим направлениям. Кто является депутатом по территориальному принципу, по отраслевому принципу, по партийному принципу. Надо знать владеть вообще новые параметры бюджета, которые обсуждаются на федеральном уровне и на уже оригинальном уровне. Мы с вами эффективно и ответственно управляли общественными финансами и будем управлять, управлять не наращивая долг, в общем, соблюдая баланс интересов. На повестке дня и корректировке пенсионной системы обсуждения законопроекта уже начались. Люди понимающие относятся, но есть отдельные провокаторы, всегда они раскручивают, политизируют эту тему. Национальная идея президента Российской Федерации провозглашена. Это активное долголетие. Вы тоже, как бы сказать, являетесь очевидцами, в трудовых коллективах мы обсуждали. Я тоже задавал простые вопросы, кто хочет жить или желает жить более 100 лет. Многие меня поддерживали. Экономику мы сразу революционным путем развивать не можем. Ну и остается один вариант, как бы увеличивая пенсионный возраст, обеспечивать этих людей работой, отчисление пенсионной фонды, тем самым пополнять дефицит самого пенсионного фонда. Обсудить грядущие изменения в пенсионной системе Михаил Игнатьев поручил и с трудовыми коллективами. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Вчера вся Россия стала одной большой футбольной фан-зоной. Сборная нашей страны сражалась за победу в одной восьмой мундиале. Сильнейшая команда Испании не смогла победить. Еще никогда в истории России не выходила в четверть финал чемпионата мира. Именно с этой приятной новости началось сегодня еженедельное совещание главы республики и правительства Чуваши. Этот матч смотрела вся страна. На Красной площади Чебоксар у большого экрана за сборную России болели 4000 человек. После финального свистка арбитра на улицы города вышли еще тысячи людей с радостными криками, размахивали флагами, благодарили наших футболистов, которые устроили настоящий национальный праздник. Для всех россиян. Одна из главных тем совещания – ежегодное июльское повышение тарифов. Электрическая энергия для населения, для городского, в составе 3,25 рубля, в составе 4,5 рубля или 14 копеек за 1 кВт. Для сельского населения 2 рубля 28 копеек. Тарифы на услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, тяпоснабжения на отопление горячей воды в том числе устанавливаются для каждой ресурснабжающей организации. И потребитель сегодня оплачивает услугу по тарифу той организации, от которой эта услуга поставляется. Цена на газ составит 5 рублей 53 копейки за 1 кубический метр. В среднем по республике плата за коммуналку вырастет на 3,9%. С 1 июля также изменятся республиканские стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий. На социальную поддержку по оплате ЖКУ в текущем году планируется направить 1,9 миллиардов рублей, что больше объема расходов, чем предусмотрели в прошлом году, более чем на 20%. По предварительным итогам первого полугодия льготу уже получили у нас 311 тысяч жителей республики на сумму более 790 миллионов рублей. На совещании обсудили и то, как будет рассчитываться плата за вывоз твердых бытовых отходов. Напоминаем, в республике начинают действовать новые правила вывоза мусора. Теперь за его вывоз будет отвечать одна организация – региональный оператор. Его уже определили. Это экоцентр. Тариф сложится из трех компонентов – работа с самого оператором, транспортировка мусора и захоронение на полигоне. Мы ожидаем, что возникнет и рост платы граждан. На сегодняшний день, конечно, тариф не установлен. Мы предполагаем, что тариф оставит от 75 до 95 рублей на человек. В среднем, предполагаем, процентов на 40 будет именно дорожать размер платы за сбор, вывоз с одного человека среднее стандартное жилье. Глава Чуваши отметил, что расчеты объемов ТКО произведены в кубических метрах. И предложил для установления единого тарифа учитывать объемы в тоннах, что гораздо выгоднее для населения. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в Чувашии будет продолжен. О планах на 2019 год говорили на утреннем совещании в столичной администрации. За прошедший год в Чувашии были отремонтированы больше сотни километров дорог. Только в Чебоксарах реконструировано 27 объектов, а это почти 30 километров. На все эти цели ушло почти 735 миллионов рублей. В текущем году отремонтируют 36 участков дорог. Так, по итогам двух лет, благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в столице Чувашии доля хороших дорог достигнет 60%. На 2019 год на ремонт дорог предварительно выделено около 750 миллионов рублей. Были обсуждения общественные, где определили три улицы. Это Тракторостроители, Пирогово и 50 лет Октября. Планируется включить еще реконструируемые объекты в 2019 году. Такие, как проспект 9-й Пятилетки, который сейчас проходит экспертизу. Реконструкция электроаппаратчиков, имеющие уже положительную экспертизу. Капитальный ремонт путепровода Южный на проспекте Тракторостроителей. Леймост на проспекте Тракторостроителей. Капитальный ремонт реки Сугутка. Реконструкция автомобильной дороги по улице Престанционная до зимних видов спорта. И реконструкция автомобильной дороги по улице Гражданская. Вы утвердили предварительный перечень обсуждений. Это были у нас, нет? Да, обсуждения мы проводили у себя в четверг. На прошлой неделе, что ли? Да. Но специальный этот вопрос сегодня я еще раз хотел рассмотреть и акцентировать внимание привлечь граждан к плану на 2019 год. Потому что обсуждений как такового не было по плану на следующий год. Рифат Фаткулин, Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. В минувшие выходные и первый рабочий день этой недели жители столицы Чуваши опять вынуждены были затыкать носы. Неприятный запах в очередной раз распространился по всему городу. Для одних этот запах просто неприятность, с которой приходится мириться, а для других причина головной боли и тошноты. Спастись из него можно только в закрытом помещении. Чувствовали ли вы неприятные запахи в Чебоксарах? Да, чувствовала дышать, вообще было невозможно. Не было каких-то головных болей или чего-то подобного от этого? Голова болела, да, тошнить начинала. Очень сильно тошнила. Только вас или всю семью, может, знакомых? Майму тошнила, у меня у нее голова очень сильно болела. Конечно, конечно, было неприятно, особенно в такой жару. Ну, тепло когда, и такой запах, очень неприятно. Вы знаете, я даже честно рад, что Чебоксар и Чуваша прилетели мимо чемпионата мира по футболу, и что ни одна команда здесь не остановилась. Потому что с таким запахом мы просто опозорили страну на весь мир. Садоводчество «Заря» и садоводчество «55 октября» – это находится вблизи поселка Лапсары. Запах идет со стороны Лапсар. А что там находится, я не знаю, там, по-моему, птицефабрика. Если можно, вот куда-то сообщите, и пусть там прореагируют на это. Потому что что там находится, или фабрика какая-то, птицефабрика, или там мест комбината нет, по-моему. Поэтому вот хотим, чтобы вопрос без ответа не остался. Сегодня утром, да, чувствовала действительно. Это не только я, многие там, я поскольку работаю в детском саду, даже дети почувствовали. Ребенок у меня, я поскольку в детском саду, говорит, что голова тошнит. Вот такое было. У остальных вроде ничего, а вот один жаловался. Специалисты Роспотребнадзора уже занимаются этим вопросом. Заведено уголовное дело, ведется расследование. Но запах помета от этого не исчезает. Конечно, он не наносит сильного вреда организму, но является источником дискомфорта почти для каждого жителя столицы республики. И жалобы ведомства продолжают поступать. Результаты проверки смотрите в наших выпусках новостей. Обычно посторонним вход в воспрещенную депутатам Чебоксарского городского собрания сказали, добро пожаловать. Хотя они проверили, насколько комфортно детям отдыхать в летних лагерях. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре. Такой романтики современные лагеря лишены. В Бригантине дети живут в комфортных корпусах питания пять раз в день. Завтраки, обеды и ужины для них готовят повара. Столовая – одна из первых точек, куда наведались депутаты и участники проекта «Народный контроль». По дому не скучаете? Нет! Зашли в столовую. Обычно очень много жалоб бывает. Едя непривычная, домашняя. Но здесь, в этом лагере, дети очень довольны. И с удовольствием, так скажем, бегут в столовую на следующий прием пищи. Лагерь стоит практически на берегу Волги. Но чтобы искупаться, ходить никуда не надо. Здесь есть бассейн. Пробы воды регулярно берут специалисты. Здравствуйте! 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 Нравится купаться? Да. А в лагере нравится? Да. Плавать есть где, а вот с местами для занятий некоторыми видами спорта – проблема. Есть над чем работать, потому что пионерский лагерь требует ежегодно каких-то вложений. В частности, задавали вопрос о том, что необходима волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Мы это обсудим при формировании бюджета на следующий год. И, конечно же, постараемся это учесть. Эта проблема разрешимая, а других не выявлено. Мы сегодня прошли, посмотрели территорию, где проживают наши, как бы сказать, отдыхающие дети. Посмотрели территорию, где они спят, спальные места. Посмотрели бассейн, где они купаются. Территорию, где они занимаются спортом. Территорию, в данном случае, посмотрели столовую. Особых замечаний, нареканий нет. Все условия для того, чтобы дети наши здесь отдохнули, получили заряд бодрости и получили эмоции от этого отдыха. Итак, условиями в лагере «Бригантина» народные избранники и народный контроль остались довольны. Единственное, что контролю не поддается, это погода. Но за нее администрация лагеря ответственности не несет. Ольга Пырочкина, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. В Чебоксарах участили случаи ДТП с участием пешеходов. Сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд. Репортаж Рефатов от Кулина. Спешил на работу, не знал, не заметил, всегда здесь хожу или поленился дойти до «Зебры». Такие нелепые отговорки на инспекторах ГИБДД не действуют. Правила дорожного движения едины для всех – и для пешеходов, и для водителей. Улица Декабристов. Расстояние между пешеходными переходами здесь около 300 метров. Но не все готовы преодолеть это расстояние даже ради собственной безопасности. Переходят дорогу там, где не положено. Отдать лепешку перехода – это небезопасно для вас. Я знаю. Понимаете, да? До этого нарушения не было у вас? Не было. До этого нарушения предусмотрено штраф по размеру 500 рублей, либо предупреждение. Если у вас до этого нарушения не было, документы дайте, пожалуйста. Нет, нет, не забываю. Проверим по базам. Сейчас по базам проверим. Назовите, пожалуйста. Давайте пойдемте, чтобы прислужить наше. Можно я опаздываю на работу? Я долго задерживаю, не буду три минуты. Нет, вы задерживайте меня. Еще один проблемный отрезок на улице Юрия Гагарина. Здесь внимание стражей порядка привлекла пожилая женщина. Переходите дорогу в неположенном месте. Здесь перехода нету. Извините, пожалуйста. Это небезопасно для вас. Молокован рядом. Я за молоком поделал. Надо кладить на пешеходный переход, тут совсем рядом. Больше не пойду. Простите меня, господи. Первый раз только. Часто пешеходы попадают в аварию, когда переходят дорогу, глядя в телефон, а не по сторонам. С наступлением темноты дорожная обстановка усложняется. Из-за плохого освещения городских улиц людей на дороге водителям практически не видно. Поэтому пешеходам настойчиво рекомендуют носить светоотражатели. По итогам пяти месяцев текущего года на дорогах города Чебоксары зарегистрировано 210 дорожно-транспортных происшествий, из которых 79 – это наезды на пешеходов. В результате данных наездов погибло 6 человек, и 77 получили травмы различной степени тяжести. 42 наезда произошло в зоне пешеходных переходов. Основная доля из них приходится на нерегулируемые пешеходные переходы. Нарушителям сотрудники ГИБДД выписывают протоколы. Штраф 500 рублей. Но в сегодняшнем рейде никого не штрафовали, а только предупреждали. За час операции автоинспекторы выявили более 15 пешеходов-нарушителей. Данный рейд у нас проводится ежедневно. Это в утренние, дневные и вечерние часы, когда у нас идет отток транспорта и пешеходов. Также при переходе к проезжей части, по даже пешеходным переходам, по нерегулируемым, нерегулируемым пешеходам должны быть обязательно внимательными, посмотреть, что транспортные средства их пропускают и что они могут перейти в проезжую часть свободно без каких-либо происшествий для себя. Быть внимательными, длительными и аккуратными. К этим словам добавить нечего. Только одно. Помните, что автомобиль крепче вашего хрупкого тела. И не забывайте, дома вас ждут родные и близкие. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика. Слет советов рабочей молодежи звучит как привет из прошлого. Однако это событие состоялось в минувшие выходные на базе отдыха «Прометей». Там побывала и молодежь нашего телеканала. Я и Александр Петров. Раз, два, три! Хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. Подумали мы с оператором и первым делом по приезду на слет отправились на пляж. Работать. Почему сложно быть работающей молодежью? От себя много спроса требуют. Чтобы заработать свое имя, нужно очень много работать. То есть пока вы работаете на имя, вы полностью отдаетесь работе. Отдых от строительства карьеры среди себе подобных, таких же молодых, активных и работающих. Вот одна из задач слета. Впрочем, не основная. Главное событие – финал конкурса на лучший совет работающей молодежи. И последнее задание – выступление. Такие, как Александр Нужнов, нужны везде. Молодой человек сочинил гимн предприятия, на котором работает. А я работаю рабочим на работе, на машинстроительном заводе, наше место у самка и, между прочим, железо-дерево строгаем, рубим, точим. К этим болельщицам с косичками обычно обращаются по имени и отчеству и только с их разрешения уходят домой. Они – воспитатели детского сада номер 78. Именно они предсказали победу нашей сборной в игре с Испанией. Наши выиграют завтра? Конечно, выиграют. Кто забьет? Россия! Дзюба, Дзюба! Баллы за выступление складываются с оценками за портфолио. В нем отчеты о работе советов. Для чего они, собственно, существуют и чем помогают их участникам. Если ты активен здесь, то ты будешь активен везде. Соответственно, тебя заметит руководство и карьерный взрослый просто неизбежен. По большей части мы работаем над проектом. То есть мы какие-то мероприятия организовываем. Добровольческий проект у нас есть. Это помощь детским домам. В таком формате работающая молодежь Чуваши встречается, пожалуй, впервые. Слет проходит в рамках проекта президентских грантов «Пробона публика» в переводе с латинского «Ради общественного блага». Советов у нас насчитывается более 132. Здесь у нас 17 наиболее активных. В этом году мы оцениваем, как наша молодежь, так как год волонтера и добровольца, как наша молодежь реализовывала свои добровольческие проекты и инициативы. Если вам после работы скучно, просто идти домой, то внимание! Совет работающим молодежи можно создать на любом предприятии, где есть сотрудники до 35 лет. Ольга Пырычкина, Александр Петров, Республика. Выходные в Чувашии, как и по всей России, отметили Олимпийский день. В этом году он посвящен юношеским Олимпийским играм, которые пройдут в октябре в Аргентине. А пока кто сильнее и быстрее, выясняли мои коллеги на Красной площади Чебоксар. Все началось с оставшей уже традиционной нашей фирменной массовой зарядки. Девушки из Федерации фитнес-аэробики Чувашии заряжали всех позитивом. Олимпийский день – это не только для спортсменов, но и для всех граждан. Присоединяй мы этим спортом, потому что это здорово, мой позитив получает. Олимпийскую милю преодолевали бегом на велосипедах, лыжи, роллерах. В спортивных мероприятиях принял участие и глава Чувашии. Руководитель региона поблагодарил всех, кто занимается спортом и развивает это направление. Искреннее слово благодарности нашим дорогим ветеранам, которые на самом деле личным примером показывают, как нужно любить спорт. Потому что они знают, движение – это жизнь. Вышли на дистанцию и люди с ограниченными возможностями. Среди них Юрий Степанов – один из сильнейших парабадминтонистов мира, член сборной России. Я уже 18 лет занимаюсь спортом, парабадминтоном, и параллельно уж, и еще катаюсь на велосипеде. Ну, инвалидность меня, конечно, вынудила заниматься спортом. Спорт для меня сейчас самое главное в жизни. Дает все – общение, здоровье, настроение. Самое главное – настроение. На целый день позитив, заряд энергии. Также на заливе прошли мастер-классы и показательные выступления по единоборствам – футболу, современному пятиборью, баскетболу. Знаменитые спортсмены общались с детьми и раздавали автографы. Очень приятно, что у нас в Чебоксарах проводят такие мероприятия. Это очень праздник для всех, для молодых. Много общаются, много знакомятся. То есть, это вообще отличный день сегодня. Татьяна Трофимова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова